Артур Конан Дэлл. Установление личности. «Дорогой мой», — сказал мне как-то Шерлок Холмс, когда мы сидели с ним у камина в его квартире на Бейкер-стрит, — «жизнь несравненно удивительнее и разнообразнее того, что может придумать человеческий ум. Нам бы в голову не пришло то, что сплошь и рядом происходит в действительности. Если бы мы с вами могли вылететь из этого окна, полететь над этим огромным городом, тихонько приподнять крышу у домов, то по сравнению с открывшимися нам необычайными совпадениями, замыслами, недоразумениями, непостижимыми событиями, которые, прокладывая себе путь сквозь многие поколения, приводят к совершенно невероятным результатам, «Вся изящная словесность с ее условностями и заранее предрешенными развязками показалась бы нам плоской и тривиальной». «Позвольте не согласиться с этим утверждением», — ответил я. «Дела, о которых мы читаем в газетах, достаточно примитивны и откровенны. Реализм полицейских отчетов доходит до крайних пределов, а между тем нельзя же их назвать интересными или художественными». «Для того, чтобы добиться реалистического эффекта, необходимо мастерство. Нужен тщательный отбор», — заметил Холмс. «Вот этого-то и нет в судебных отчетах, может быть, потому что там больше внимания обращают на формальную сторону дела, а не на детали, которые составляют его главную сущность в глазах наблюдателя». «Поверьте, нет ничего неестественнее всего обыденного». Я улыбнулся и покачал головой. «Я понимаю вас», — сказал я. «Конечно, вам, как неофициальному консультанту, к которому обращаются за помощью в загадочных делах жители трех континентов, приходится иметь дело действительно с редкими, странными преступлениями». «Ну вот, возьмем к примеру», — прибавил я, поднимая с пола утреннюю газету. «Вот первая попавшаяся статья — жестокое обращение мужа с женой. Тут целых полстолбца, но я заранее знаю содержание. Конечно, другая женщина, пьянство, побои, сострадательная сестра или хозяйка. Самому бездарному писателю не выдумать ничего банальнее». «Ну, вы выбрали как раз неудачный пример», — сказал Холмс, взяв газету и пробежав ее глазами. «Это дело развода супругов Дундес, и мне как раз пришлось выяснить некоторые его подробности. Супруг — член общества трезвости, никакой другой женщины не было, но он имел привычку после еды кидать в жену своими вставными зубами». «Согласитесь, что подобного рода сюжет придет в голову не всякому писателю. Возьмите-ка сигару, доктор, и признайтесь, что мне удалось победить вас вашим же оружием». Он протянул мне золотой портсигар с большим аметистом на крышке. Эта вещица представляла такой контраст с обстановкой квартиры Холмса и его скромным образом жизни, что я не мог не выразить свое удивление. «А, я и забыл, что не виделся с вами несколько недель», — проговорил он. «Это я получил благодарность за участие в деле Ирэн Адлер». «А кольцо?» — спросил я, глядя на великолепный бриллиант, сверкающий у него на пальце. «От голландской королевской фамилии. Это дело такое щекотливое, что я не могу рассказать о нем даже вам, так мило описавшему некоторые из моих приключений». «А сейчас вы занимаетесь каким-нибудь расследованием?» — спросил я. «Есть 10-11 дел, но ни одного особенно интересного. Понимаете, важные, но нисколько неинтересные. Я давно уже пришел к заключению, что именно в маловажных делах открывается более обширное поле для наблюдений и для того анализа причин и следствий, которые составляют прелесть расследования. Чем крупнее преступления, тем они проще, тем очевиднее их мотив. В настоящее время среди моих дел нет ни одного интересного, за исключением разве что запутанные истории, которые мне писали из Марселя. Может быть, сейчас будет что-нибудь получше, если не ошибаюсь. Вот одна из моих будущих клиенток». Он встал со стула, подошел к окну и, раздвинув занавески, посмотрел на скучный и однообразный пейзаж Лондонской улицы. Я заглянул через его плечо и увидел на противоположной стороне улицы высокую женщину с тяжелым меховым буаношей и в шляпе с красным пером и широкими полями фасона герцогини Дион Ширской, кокетливо надетой на бок. Из-под этого сооружения она смущенно и тревожно поглядывала на наши окна, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону и нервно теребя пуговицы перчатки. Внезапно, словно пловец, бросающийся в воду, она поспешно перешла улицу, и мы услышали громкий звонок. «Эти симптомы знакомы мне», — сказал Холмс, бросая сигару в огонь. «Эти сомнения, войти или нет, всегда указывают на то, что речь пойдет о делах сердечных. Ей нужен совет, а между тем она думает, что заданный вопрос слишком деликатного свойства, чтобы обсуждать его с кем бы то ни было. Но и тут бывают различия. Если женщина серьезно оскорблена мужчиной, то обычным симптомом является оборванный колокольчик звонка. В настоящий момент можно предположить любовную историю, но барышня больше огорчена, чем разгневана. Вот и она сама явилась, чтобы разрешить наши сомнения». Раздался стуга в дверь, и мальчик, прислуживавший Холмсу, доложил о мисс Мэри Сутерлянд. Вслед за ним вплыла и сама барышня, словно большое грузовое судно за крошечным катером. Шерлок Холмс приветствовал ее со свойственной ему спокойной вежливостью, запер дверь, предложил сесть в кресло и оглядел ее своим особенным, пристальным и в то же время как бы небрежным взглядом. «Разве вам не сложно так много печатать на машинке?» «При вашей близорукости», — спросил он. «Сначала было трудно, но теперь я умею печатать вслепую», — ответила она. Внезапно, как будто только что поняв значение слов Холмса, она вздрогнула, и выражение страха и изумления появилось на ее широком добродушном лице. «Вы уже слышали обо мне, мистер Холмс», — вскрикнула она, «иначе как бы вы могли узнать это?» «Не обращайте на это внимание», — смеясь проговорил Холмс, «ведь в мои обязанности входит знать то, что не замечают другие. Иначе зачем бы вы пришли посоветоваться со мной?» «Я пришла к вам, сэр, потому что слышала от мисс Этридж. Вы так быстро нашли ее мужа, когда и полиция, и все остальные считали его мертвым. О, мистер Холмс, если бы вы могли сделать то же для меня. Я не богата, но все же имею доход около ста фунтов в год, и, кроме того, зарабатываю, печатая на машинке. И охотно отдала бы все, лишь бы узнать, что стало с мистером Госмером Энджелем». «Поэтому вы так спешили ко мне?» — спросил Шерлок Холмс, сложив вместе концы пальцев и смотря в потолок. На добродушном лице мисс Сутерленд вновь появилось испуганное выражение. «Да, я просто выбежала из дома», — проговорила она. «Я рассердилась на мистера Виндибанка, это мой отец, за то, что он так легко относится к этому делу. Он не хотел идти ни в полицию, ни к вам, но и, наконец, так как он ничего не хотел делать и доказывал мне, что ничего дурного не случилось, я не выдержала, оделась и пошла прямо к вам». «Отец, говорите вы?» «Наверное, отчим, так как у вас разные фамилии», — заметил мистер Холмс. «Да, отчим, но я называю его отцом, хотя это смешно, так как он только на пять лет и два месяца старше меня». «А жива ли ваша мать?» «О да, она жива и здорова. Я не очень была довольна, мистер Холмс, когда она вышла замуж, так скоро после смерти отца за человека почти на пятнадцать лет моложе ее. Отец вел торговлю свинцом в тот же Нгеме и оставил после смерти прибыльное дело, которое мать продолжила с помощью нашего старшего приказчика, мистера Харди. Но мистер Виндибанк заставил мою мать продать это дело. Он слишком горд для этого, так как является агентом по продажам вин. Они выручили за продажу четыре тысячи семьсот фунтов стерлингов. Будь жив отец, наверное, продал бы дороже». Я думал, что этот бессвязный рассказ должен надоесть Шерлоку Холмсу, но он слушал его очень внимательно. «А ваш доход зависит от этого вырученного капитала?» спросил он. «О, нет, сэр, я получаю его от наследства, оставленного мне дядей Недом из Окленда. Он оставил мне две тысячи пятьсот фунтов в новозеландских облигациях с условием, что я получаю только проценты». «Все, что вы рассказываете, чрезвычайно интересно», сказал Холмс. «Получая такой доход и, к тому же, имея постоянный заработок, вы, конечно, можете и путешествовать, и позволять себе все, что угодно. Я думаю, что одинокая дама может замечательно прожить и на шестьдесят фунтов в год». «Я могу прожить и на меньшее, мистер Холмс, но, понимаете, пока я живу дома, я не желаю быть в тягость родным, и поэтому я содержу их. Понятно, что это только на время. Мистер Виндебанк получает каждые три месяца причитающиеся мне проценты и передает их матери, а мне хватает и того, что я зарабатываю, печатая на машинке. Я получаю по два пенса за лист и могу напечатать в день от пятнадцати до двадцати листов». «Вы очень ясно обрисовали мне свое положение», сказал Холмс. «Это мой друг, доктор Ватсон. Вы можете говорить при нем так же откровенно, как наедине со мной. Пожалуйста, расскажите нам про ваше отношение с мистером Госмером Энджелем». Мисс Сутерленд покраснела и стала нервно подергивать бахрому своей кофточки. «Я встретила его в первый раз на балу служащих газового завода», сказала она. Когда был жив отец, они всегда присылали ему билеты. И тут также вспомнили о нас и прислали билеты. «Мистер Виндебанк не хотел, чтобы мы ехали на бал. Он вообще не любит, чтобы мы выезжали куда-либо. Он злился, если я собиралась даже на какой-нибудь школьный праздник. Но в этот раз я решил ехать во что бы то ни стало. Какое право имел он удерживать меня? Он говорил, что мне не следует знаться с такими людьми, тогда как там должны были быть все друзья отца. Потом он сказал, что мне нечего надеть, а у меня в шкафу было новое красное плюшевое платье. Наконец, когда он понял, что ничего не может сделать, он уехал по делам фирмы во Францию, а мы с матерью в сопровождении нашего приказчика, мистера Харди, отправились на бал, где я встретил мистера Госмера Энджеля. «Я полагаю, что мистер Виндебанк был очень недоволен, когда он вернулся из Франции и узнал, что вы все-таки были на балу», — спросил Холмс. «О, нет, он очень хорошо отнесся к этому. Я помню, он зазмеялся, пожал плечами, сказал, что напрасно запрещать что-либо женщине, так как она непременно настоит на своем». «Понимаю». «Итак, на этом балу вы встретились с одним джентльменом, фамилия которого была Энджель». «Да, сэр». «Я познакомилась с ним в тот вечер. На следующий день он зашел к нам, чтобы узнать, благополучно ли мы возвратились домой. А потом мы, то есть я, встречала его два раза на прогулке. Но потом вернулся отец, и мистер Госмер Энджель уже не мог приходить к нам». «Не мог?» «Ну, знаете, отец не любит подобного рода вещи. Он бы хотел, чтобы у нас совсем не было гостей. Он говорит, что женщина должна быть счастлива в своем семейном кругу. Но я всегда говорил матери, что женщина прежде всего должна составить себе этот круг, а у меня его еще не было». «Ну, а что же, мистер Госмер Энджель?» «Он не пытался повидаться с вами. Отец должен был через неделю опять уехать во Францию. И Госмер написал мне, что для нас безопаснее и лучше не видеться до его отъезда, а переписываться все это время. Он писал ежедневно. Я получал письма утром, так что отец не знал о нашей переписке». «Вы уже обручились с ним?» «О да, мистер Холмс. Мы обручились уже после первой же нашей прогулки». «Госмер, то есть мистер Энджель, работал кассиром в одной конторе на улице Лиденголь. В какой конторе?» «Вот в том-то и дело, мистер Холмс, что я не знаю, в какой. А где он жил?» «Он ночевал в конторе». «И вы не знаете его адреса?» «Нет, знаю только, что он жил на улице Лиденголь». «Куда же вы адресовали ему письма?» «В почтовое отделение на улице Лиденголь до востребования. Он говорил, что если я буду посылать эти письма в контору, то товарищи станут дразнить его, что он получает дамские записочки. Я сказал ему, что могу печатать письма на машинке, как и он печатал их мне. Но он отказался, сказал, что если он будет получать такие письма, ему все время будет казаться, что между нами что-то чужое. Даже по этим мелочам вы можете видеть, как он любил меня, мистер Холмс». «Это очень важно», — заметил Холмс. «Для меня давно уже стало аксиомой, что мелочи гораздо важнее более значительных фактов. Не можете ли вы припомнить еще каких-либо мелочей насчет мистера Госмера Эннжеля?» «Это был очень застенчивый человек, мистер Холмс. Он предпочитал гулять со мной по вечерам, говоря, что не любит обращать внимание на себя. Очень скромный, приличный молодой человек. Голос у него был очень тихий. Он говорил мне, что в детстве переболел грудной жабой, и с тех пор у него часто болит горло. Он всегда был хорошо одет, чистый и скромно. Зрение у него было плохое, так же, как и у меня, поэтому он носил темные очки для защиты от света». «Хорошо». «Ну а что же произошло, когда ваш отчим, мистер Винди Банк, вновь уехал во Францию?» «Мистер Госмер Энджель опять пришел к нам и предложил мне обвенчаться с ним до возвращения отца. Он говорил очень серьезно и заставил меня поклясться на Библии, что я навсегда останусь верна ему. Мать сказала, что он совершенно прав и что это показывает силу его страсти. Мать была с самого начала очень хорошо расположена к нему и любила его даже больше, чем я. Потом они стали говорить о том, чтобы нам венчаться на этой же неделе. Я предложила было подождать приезда отца. Они оба сказали, что на это не стоит обращать внимание, можно сказать ему после. Мать сказала, что уладит все. Мне это было не по душе, мистер Холмс. Конечно, смешно было спрашивать позволение человека, который всего на несколько лет старше меня, но я не хотела ничего делать втихаря и потому написала отцу в Бурдо, где есть отделение того общества, где он служит. Но получил это письмо обратно как раз утром в день моей свадьбы. Так он не получил письма? Да, сэр. Потому что выехал в Англию как раз перед тем, как оно пришло в Бурдо. Ах, какая нелепая случайность. Итак, ваша свадьба была назначена на пятницу в Церкви Спасителя. Да, сэр. Мы должны были самым скромным образом обвенчаться в Церкви Спасителя, а потом позавтракать в отеле Панкрас. Госмер приехал за нами в Кэбе, и так как я была с матерью, он посадил нас туда, а сам сел в карету, случайно оказавшуюся поблизости. Мы приехали к Церкви первые, а когда подъехала карета, мы ждали, когда он выйдет. Но он не выходил так долго, что кучер слез с козел, заглянул в карету, но там никого не оказалось. Кучер сказал, что понять не может, куда он делся, так как собственными глазами видел, как он сел в карету. Это было в прошлую пятницу, мистер Холмс, и с тех пор я не слышала о нем и не видела его. По-моему, с вами сыграли злую шутку, сказал Холмс. «О, нет, сэр, он слишком хороший человек, чтобы бросить меня так, ведь все утро он твердил мне о том, чтобы я оставалась ему верна. В любом случае, если бы даже случилось что-нибудь совершенно непредвиденное, и нам пришлось бы расстаться, я никогда не должна забывать, что я дала ему слово, и он рано или поздно явится и проверит, исполнил ли я данные обещания. Конечно, это был странный разговор для дня свадьбы, но после того, что случилось, я понимаю его смысл». «Да, смысл этого разговора вполне понятен. Так вы лично приписываете все произошедшее к какой-нибудь непредвиденной катастрофе?» «Да, сэр, я думаю, что он предвидел опасность, иначе не говорил бы так. Ну, а потом и случилось то, чего он боялся». «Вы не имеете ни малейшего понятия о том, что это могло быть?» «Ни малейшего». «Еще один вопрос. Как отнеслась ваша мать к этому происшествию?» «Она рассердилась и сказала, чтобы я никогда не упоминала о нем». «А ваш отец? Вы рассказали ему все?» «Да, и он, кажется, решил, как и я, что произошло что-то непредвиденное, и я услышу еще о Госмере. «Зачем ему было, — говорил он, — вести меня до дверей церкви и бросать меня там? Если бы он занял у меня денег или женился бы и перевел на себя мои деньги, ну тогда другое дело. Но он был человек, не нуждающийся в средствах, и не взял бы ни шиллинга моих денег. Однако что же могло случиться? Почему он не написал мне? Я схожу с ума от этих мыслей и не сплю целыми ночами». Она вытащила из муфты платок и, приложив его к лицу, зарыдал. «Я займусь вашим делом и не сомневаюсь, что мы добьемся успешных результатов», — проговорил Холмс, вставая с места. «Предоставьте все мне и не слишком много думайте об этом. А главное, постарайтесь, чтобы мистер Госмер Энджель так же исчез из вашей памяти, как он уже исчез из вашей жизни». «Вы думаете, я больше не увижу его?» «Боюсь, что так». «Но что могло с ним случиться?» «Предоставьте мне решение этого вопроса. Мне бы хотелось иметь подробное описание, мистер Энджеля. Нет ли у вас так же его писем, которые вы могли бы дать мне?» «В прошлую субботу я разместил объявление в газете», — ответила мисс Сутерленд. «Вот вырезка и четыре его письма ко мне. Благодарю вас». «Подскажите ваш адрес». «Кэмберуэль, площадь Лайон, 31». «Насколько я знаю, адрес мистера Энджеля вам неизвестен. Где находятся конторы вашего отца?» «Он служит у Вестгауза и Мербанка, у оптовых торговцев в Кларитолии, на улице Фенчер. Благодарю вас. Вы очень ясно обрисовали ваше дело. Оставьте ваши бумаги здесь и запомните мой совет. Навсегда забудьте этот случай. И пусть он не имеет никакого влияния на вашу дальнейшую жизнь». «Вы очень добрый, мистер Холмс, но я не могу этого сделать. Я останусь верна Госмеру и буду ждать, когда он вернется». Несмотря на смешную шляпу и несуразный внешний вид нашей посетительницы, в ее наивной вере было что-то благородное, так что мы невольно почувствовали уважение к ней. Она положила на стол маленькую стопку бумаг и ушла, дав обещание, что придет, как только ее позовут. Шерлок Холмс какое-то время сидел молча, сложив вместе кончики пальцев, вытянув ноги и устремив глаза в потолок, закурил свою старую глиняную трубку, помогавшую ему сосредоточиться, и откинулся в кресле. Густые голубоватые облака дыма окутали его лицо, на котором появилось выражение бесконечной усталости. «Очень интересная особа эта барышня», — проговорил он. «Она гораздо интереснее ее дела, которое, между прочим, ничего особенного из себя не представляет». «Вы, кажется, заметили в ней много такого, что осталось совершенно незамеченным мною», — ответил я. «Совершенно верно, Ватсон». «Вы не знали, на что обратить внимание, и поэтому просмотрели многое. Я никак не могу научить вас понимать, какое огромное значение имеют рукава, и как много могут объяснить ногти, и какие важные значения можно вынести из зашнурованных сапог». «Ну, скажите, как вы можете описать мне эту женщину?» На ней была серая соломенная шляпа с большими полями и пером кирпично-красного цвета, кофточка черная, вышитая черным бисером с черной стеклярусной бахромой, платье темно-коричневого цвета, отделанное на вороте и рукавах красным плюшем, перчатки сероватого цвета, порванные на правом указательном пальце. Ботинок я не разглядел. «Серьги маленькие, круглые, золотые. Вообще вид барышни из зажиточного круга, вульгарный и небрежный в своих привычках». Шерлок Холмс тихо захлопал в ладоши и засмеялся. «Честное слово, Ватсон, вы делаете удивительный успех. Правда, упустили из виду все важное, но зато усвоили себе метод и умеете хорошо различать цвета. Никогда не доверяйте первому впечатлению, мои милые, но обращайте особое внимание на детали. У женщин я прежде всего смотрю на рукава. У мужчин, пожалуй, следует обратить внимание на колени и их брюк. Как вы заметили, рукава платья этой женщины обшиты плюшем, материалом, который хорошо сохраняет следы. Двойная полоса, немного выше кисти, в том месте, где печатающий на машинке надавливает на стол, прекрасно обрисованы. Ручная швейная машина тоже оставляет полосы, но на левой руке и чуть подальше от большого пальца, тогда как здесь полоса проходит по самой широкой части. Потом я взглянул на ее лицо и заметил по обеим сторонам носа следы от пенсне. Я решил высказать предположение о ее близорукости и работе машинистки, что, кажется, удивило ее. Да и меня тоже. Но ведь это было очевидно. Потом меня очень удивило и заинтересовало, что на ней были, очевидно, разные ботинки. У одного мысок был с украшениями, у другого — гладкий. Один был застегнут только на две нижние пуговицы из пяти, а другой — только на первую, третью и пятую. Но вот видите, если молодая девушка, прилично одетая, выходит из дома в разных, наполовину застегнутых ботинках, нетрудно сделать вывод, что она очень торопилась. — Что же дальше? — спросил я, как всегда сильно заинтригованный, остроумными умозаключениями моего друга. — Между прочим, я заметил, что перед выходом она, уже одетая, написала записку. Вы заметили, что на одной перчатке был разорван палец, но, очевидно, не обратили внимания на то, что перчатка и палец выпочканы фиолетовыми чернилами. Она очень спешила и слишком глубоко обмакнула перо. — Вероятно, это случилось сегодня утром, иначе пятно не было бы так заметно. — Все это занимательно, но слишком очевидно, а я должен заняться делом, Ватсон. Не прочтете ли вы мне описание господина Госмера Энджеля? Я поднес к свету маленькую вырезку. Там говорилось, утром 14-го числа исчез господин Госмер Энджель, ростом около пяти футов семи дюймов. Крепкого телосложения, с бледным лицом, темными волосами, несколько поредевшими на макушке, с густыми черными бакенбардами и усами. Может носить темные очки, несколько шепелявит. В последний раз, когда его видели, был одет в черный сюртук, подбитый шелком, черный жилет, серые брюки и коричневые гамаши, поверх сапог. На нем была золотая цепочка. Известно, что он служит в какой-то конторе на улице Лиденголь. Всякий, кто обладает какой-либо информацией и так далее. Довольно проговорил Холмс. Что же касается писем, то они самые обыкновенные, сказал он, пробежав и глазами. Из них ничего не узнаешь о мистере Энджеле. Кроме того, что каждый раз он приводит слова Бальзака. Но, однако, тут есть одно обстоятельство, которое, наверное, поразит вас. Это то, что его письма напечатаны на мышинке, заметил я. Не только письма, но и подпись. Посмотрите, как аккуратно внизу написано. Госмер Энджель. Видите, поставлено число. Но больше ничего. Улица Лиденголь – это довольно-таки неопределенно. Эта подпись имеет важное, можно сказать, решающее значение. Какое? Дорогой мой, да неужели же вы не видите, как это влияет на дело? Должен признаться, не вижу. Разве только в том отношении, что он может отказаться от своей подписи в случае, если к нему будет предъявлен иск о нарушении обещаний? Нет, дело не в этом. Я напишу сейчас два письма. Одно торговому дому в Сити, другое – отчиму барышни господину Виндибанку, чтобы попросить его прийти завтра сюда в шесть часов вечера. Лучше иметь дело с мужской частью семьи. А теперь, доктор, мы ничего не сможем сделать до тех пор, пока не получим ответов на эти письма. И потому постараемся забыть об этой загадке. Я так привык полагаться на удивительные умения и пронзительную энергию моего друга, что понял, что он имеет основания говорить так уверенно о занимавшей его тайне. Должно быть, он уже разгадал ее. Только один раз видел я, что он потерпел неудачу в деле с фотографией Ирэн Адлер. Зато, когда я вспоминаю о делах, в которых мне приходилось участвовать, то абсолютно уверен, что загадка, которую не может разрешить Холмс, действительно неразрешима. Я оставил его курящим свою старую трубку с полной уверенностью, что приду к нему завтра вечером и узнаю, что в его руках уже находятся все данные для розыска пропавшего жениха мисс Мэри Суттерленд. В то время у меня на руках был тяжелый больной. Я провел у его постели весь день. Было уже почти шесть часов, когда я, наконец, освободился вскочил в кэп и велел ехать на Беккер-стрит. Я боялся, что опоздаю к развязке этой таинственной истории. Однако Шерлок Холмс был один в своей комнате и дремал в кресле. Перед ним стояла целая батарея из бутыли и пробирок. В комнате стоял едкий запах хлора. Ясно было, что Холмс весь день провел за занятиями своей любимой химией. «Ну что, выяснили что-нибудь?» спросил я. «Да, это был сернокислый барий. Да нет, нет, я спрашиваю, разгадали ли вы тайну. Ах, вот что. А я думал, что вы спрашиваете меня насчет соли, над которой я проводил опыт. Что касается того дела, я ведь еще вчера сказал вам, что тут нет никакой тайны. Есть только несколько интересных подробностей. Одного только жаль. Кажется, нет закона, по которому можно было бы заставить отвечать этого негодяя». «Кто же он и почему он бросил, мисс Сутерленд?» Я только успел задать этот вопрос, а Холмс не успел еще открыть рта, чтобы ответить на него. Как чьи-то тяжелые шаги послышались в коридоре и раздался стук в дверь. «Это отчим барышня, мистер Джеймс Виндибанк», — сказал Холмс. «Он написал мне, что будет в шесть часов. Войдите!» Вошел человек среднего роста, крепкого телосложения, лет тридцати, с гладко выбритым бледным лицом, с мягкими вкрадчивыми манерами и удивительно проницательными серыми глазами. Он окинул нас вопросительным взглядом, поставил на столик свой блестящий цилиндр, слегка поклонился и сел в ближайшее кресло. «Добрый вечер, мистер Виндибанк», — сказал Холмс. «Я думаю, что полученное мною письмо, отпечатанное на машинке, с сообщением, что вы будете у меня в шесть часов, прислано вами». «Да, сэр. Я, кажется, немного опоздал, но, видите ли, я человек не вполне свободный. Очень сожалею, что мисс Сутерленд обратилась к вам с подобного рода делом, так как, думаю, что не следует перетрясать грязное белье на виду у всех. Она пошла к вам совершенно против моей воли, но, как вы, вероятно, заметили, эта девушка очень импульсивна и впечатлительна, и ее нелегко удержать, если она решила что-либо сделать». «Конечно, вы и не имеете отношения к полиции, но, все же, знаете, не хочется, чтобы пошли слухи о подобном семейном несчастье. Кроме того, это только напрасный расход, так как вы, конечно, не сможете найти этого госмера Энджеля». «Напротив», — спокойно сказал Холмс. «Я почти уверен, что мне удастся найти мистера госмера Энджеля». Мистер Виндебанк сильно вздрогнул и уронил перчатки. «Рад это слышать», — проговорил он. «Любопытно, что письмо, отпечатанное на машинке, имеет такие же особенности, как человеческий почерк», — продолжил Холмс. «Если машинка не новая, то не найдется и двух, которые печатали бы одинаково. Некоторые буквы стираются больше других. Другие лишь с одной стороны. Вот обратите внимание на ваше письмо, мистер Виндебанк. Буква «Е» всегда отпечатывается неясно. Есть недостаток и в букве «Ч». Есть еще не менее четырнадцати других характерных особенностей, но эти больше всех бросаются в глаза. «Мы всю нашу корреспонденцию в конторе печатаем на машинке, и потому, без сомнения, она несколько испортилась», — ответил наш посетитель, пристально глядя на Холмса своими блестящими глазами. «А теперь я вам покажу действительно интересную вещь», — мистер Виндебанк, — продолжал Холмс. «В скором времени я намереваюсь написать небольшую статью о пишущей машинке и ее роли в преступлениях». Я внимательно ознакомился с этим вопросом. Вот четыре письма, полученные от пропавшего жениха. Все они написаны на печатной машинке. Во всех них неясно отпечатаны буквы «Е» и «Ч». И если вы возьмете увеличительное стекло, то найдете и те четырнадцать особенностей, о которых я говорил». Мистер Виндебанк вскочил с места и схватил шляпу. «Мне некогда терять время на такие пустяки, мистер Холмс», — сказал он. «Если вы можете найти его, найдите и дайте мне знать, когда это случится». «Конечно», — проговорил Холмс, подходя к двери и запирая ее на ключ. «Вот я и даю вам знать, что он найден». «Когда?» «Где?» — вскрикнул мистер Виндебанк. Он страшно побледнел и оглядывался вокруг, словно крыса, попавшая в западню. «О, право, не стоит так волноваться», — любезно сказал Холмс. «Вам никак не выкрутится мистер Виндебанк. Дело совершенно ясное, и вы зря говорили мне, что я не смогу решить такого простого вопроса. Лучше присядьте и поговорим по душам». Виндебанк рухнул на стул. Он был смертельно бледен, и на лбу у него выступили капельки пота. «За это нельзя привлечь к суду», — пробормотал он, — боюсь, что вы правы. «Но говоря между нами, Виндебанк, мне никогда в жизни не приходилось иметь дело с подобного рода жестокой, эгоистичной и бессердечной аферой. Теперь я расскажу вам, как все произошло. А вы возражайте, если я ошибусь». Виндебанк сидел на стуле, опустив голову на грудь, с видом абсолютно отрешенного человека. Холмс протянул ноги к камину и, откинувшись в кресле и засунув руки в карманы, заговорил, казалось, скорее сам с собой, чем с нами. «Человек женился из-за денег. На женщине гораздо старше его», — сказал он. «И мог распоряжаться также деньгами ее дочери, пока она жила с ними. Для людей их круга это была значительная сумма, и ее потери отразились бы на их бюджете. Следовало сделать что-нибудь, чтобы удержать эти деньги». Дочь была милой, доброй девушкой. С ее красивой внешностью и небольшим приданым она могла найти себе жениха уже в недалеком будущем. Но с ее замужеством родные теряли сто фунтов в год. Что же делает отчим для предотвращения такого случая? Сначала он держит ее постоянно дома и запрещает ей бывать в обществе молодых людей. Но скоро он увидел, что это не может продолжаться долго. Девушка стала упрямиться, настаивать на своих правах и, наконец, решительно заявила о своем намерении отправиться на бал. Что же сделал мудрый отчим? У него появилась идея, делающая большую честь его уму и смекалки. С согласия своей жены и с ее помощью он переодевается. Прикрывает свои глаза черными очками, приклеивает усы, густые баки, меняет свой звонкий голос на вкратчивый шепот и, рассчитывая на близорукость, девушке является в виде мистера Госмера Энджеля, устраняя таким образом всех других ухажеров. Сначала это была просто шутка. Мы не думали, что она зайдет так далеко? Может быть. Как бы то ни было, барышня увлеклась очень сильно, и так как была уверена, что ее отчим уехал во Францию, то мысль об обмане не могла прийти ей в голову. Ухаживание молодого человека льстили ее самолюбию, а нескрываемое восхищение матери еще более усиливало чувство к жениху. Затем мистер Госмер Энджель стал приходить в гости. Ясно, что это требовалось для произведения большего эффекта. Молодые люди виделись несколько раз и дали друг другу слово. Надо же было предохранить девушку от увлечения кем-нибудь другим. Однако нельзя же было вечно поддерживать обман. Постоянные поездки во Францию становились все более подозрительными. Оставалось привести дело к концу таким драматическим способом, чтобы произвести сильное впечатление на молодую девушку и заставить ее на некоторое время отказывать новым женихам. Вот причина требования клятв верности, произнесенных над Библией и намеков на возможность каких-то случайностей, высказанных в самый день свадьбы. Джеймс Виндебанк хотел связать мисс Сутерленд с госмером Энджелем настолько, чтобы она лет десять не знала, что случилось с ее женихом и не обращала внимания ни на кого другого. Он довел ее до двери церкви и, так как не мог выйти туда за ней, преспокойно исчез, употребив в дело старый прием, вошел в одну дверь кареты и вышел в другую. Вот каков был ход событий, мистер Виндебанк. Пока Холмс говорил, наш посетитель успел несколько оправиться. Теперь он поднялся со стула с холодной усмешкой на бледном лице. — Все это недоказуемо, мистер Холмс, — сказал он. — Но если вы такой проницательный, все знающий господин, то должны были бы знать, что вы, а не я, нарушаете закон. Меня не осудят, а вот вас как раз можно отдать под суд за то, что вы совершаете насилие, запирая дверь и не выпуская меня отсюда. — Закон действительно бессилен против вас, — сказал Холмс, отпирая дверь. — Но редко кто заслуживает наказание больше, чем вы. Если бы у барышни был брат или друг, он побил бы вас. — Черт побери, — прибавил он в видеусмешку на лице Виндебанк. — Это не входит в мои обязанности, но я доставлю себе удовольствие. Он быстро подошел к стене, на которой висел хлыст. Но прежде чем он успел взять его, на лестнице послышался отчаянный топот ног, стук захлопнувшейся входной двери, и из окна мы увидели мистер Виндебанка, сломя голову бежавшего по улице. — Что за негодяй! — смеясь проговорил Холмс. Он снова опустился в свое кресло. — От преступления к преступлению этот малый непременно дойдет до виселиц. Дело-то вышло довольно интересное. — Я все-таки еще не до конца понял ход ваших рассуждений, заметил я. — Ну, ведь с самого начала можно было предположить, что у Госмера Энджеля есть причина вести себя так странно. Ясно было также, что это дело могло быть выгодно только отчиму. Имело значение и то обстоятельство, что Госмер и Виндебанк никогда не встречались, и один был всегда, когда другого не было дома. — Темные очки, странный голос, густые баки — все указывало на переодевание. — Все мои подозрения подтвердились, когда я увидел подпись, отпечатанную на машинке. Очевидно, что почерк отчима был так хорошо знаком барышне, что она сейчас же узнала бы его. — Вы видите, все эти отдельные факты, вместе с другими, менее важными, подтверждали мои подозрения. — А как вы проверили эти факты? — Ну, это было уже нетрудно. Я знал торговый дом, в котором он служит. Я взял объявление, выбросил оттуда все, что могло быть употреблено для того, чтобы изменить свой наружный вид. Баки, очки, голос, и послал в контору торгового дома с просьбой уведомить меня, есть ли у них агент по продаже вина, к которому подошли бы эти приметы. Я заметил особенность машинки, на которой были отпечатаны письма Госмера, и написал Винди-банку в контору, прося его прийти сюда. Как я и думал, он ответил так же, отпечатав письмо на машинке и с теми же самыми дефектами. С той же почты я получил письмо от фирмы Фестгаусс Мэрбанк на улице Фенчерл, в котором меня уведомляли, что все присланные мною приметы вполне подходят к одному из служащих, Джеймсу Винди-банку. Вот и все. А мисс Сутерленд? Она не поверит, если я расскажу ей все. Помните старую персидскую поговорку? Гофис был так же умен, как Гораций, и так же хорошо знал людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok